2020 да что ж такое глянем что у меня там видно вот так не уверен что все кто подключается знает о чем речь но вот в основном аккаунте у меня уже уже сейчас уберу картинки да вот эта программа анонсировалась еще раньше и уже есть группа в которой уже даны на задание и некоторые даже их сделали распределись по парам тем же кому непонятно о чем речь для начала прочитайте аннотацию аннотацию на основной странице потому что на дополнительной странице там где я латиницей называются на андрей флеш или аннотации нет но там зато на страницу много описания этой программы вот я хорошо запустил тем кто участвует в программе желательно вести диалог не только в этой трансляции но еще и но еще и в нашем чате тех кто уже выполнили определенные задания на эту тему но так в общем в двух словах очень коротко да о чем речь идет и предысторию до речь идет о том что вот этот самый около новогодний период потому 6 предновогодний после новогодний период эмоционально очень сильно заряжен причем заряд очень сильный как и мотивирующий организующий итоговый там много надежд так и много в общем-то и демотиве и демотивации и опыта прошлых провалов и вот это вот как бы оскомены в связи с тем что ну как бы слишком много лживого пафоса ты пожелание мы привыкли делать наполнять их волшебством и забывать о них потому что ну неловко в общем-то и верить волшебство так вот как бы так наполовиночку но напряжение это большое на самом то деле причем эффект того что это общекультурное движение ну как то можно обыграть и идея какая что коль уж принято выделять время отдыхать и в то же время пересматривать свою жизнь планировать на прием наперед кто-то с акцентом на то что я буду делать планировать кто-то с акцентом на то как это чтобы загадать деду морозу волшебство или этом природе пространству богу там тоже верит и в общем то в этом много напряжения которое насколько я заметил насколько я мнения раздражает то что она спускается по большей части в унитаз многие действительно действительно делают нечто ценное важное именно в этот период решается на новое но даже вот такой простой пример с которого в общем то эта идея запустилась именно сейчас люди вокруг меня да и в общем то и в как это и в фейсбучной ленте вы можете заметить многие пили многие пишут о своих планах новых год вот самые типичные да начать здоровый образ жизни диету и тут же мысль появляется так новый год ночь без сна как же без оливье без всех этих дел потом как бы прийти в себя потом рождество потом старый новый год в общем то это банально и понятно и то ли нужно себе на правду наступить то ли нужно как-то обыграть предыдущий опыт не обманывая себя там ну ладно там я себе позволю это баловство а потом но мы понимаем что запал то падает и вот этот странный внутренний конфликт логичный сам по себе в общем то можно обыграть на самом то деле в общем то можно воспользоваться тем что происходит предновогодние праздники чтобы поменять привычки запланировать год начать нечто новое оставить нечто позади не ломая на самом деле не ломая своего культурного наследия но так с одной стороны я уже получаю обратную связь а со своего аккаунта не уверен сейчас посмотрю пока ничего не вижу на своем основном там где латиницей называюсь там где вот этим самым кириллицей андрей флешили появляются люди хорошо так ребятки те которые те кто уже в тренинговом чате flash старт 2020 я уже начал да и в общем то эту идею переваривал какое-то время есть предыстория да и перед в конце зимы мне пришлось как это сойти со своих рельсов в киеве в украине в одессе я там очень хорошо разогнался со своими программами написал хороший кусок нескольких книг оставил своих учеников запустил в общем то немалое и разгон был классный но ситуация так складывается что мне пришлось оттуда уехать оставить это как есть вот и погрузиться в более рутинную жизнь сша где меньше вот этого круга где есть работа где еще он онлайн в основном индивидуальная по большей части но нет подпитки вот этого вот драйва вот и главное что у меня уже организовались вот эти ценности так я не надо сюда звонить как здесь можно так так эфир закончился думаю что запись надеюсь что запись восстановится сейчас напишу да ладно надеюсь что догадается что не нужно звонить потому что это срывает эфир вот один уже прервался вот я все написал конкретно да и вот предыстория я слетаю с этих рельсов я погружаю себя я думаю ну ладно раз я здесь наедине с собой раз я здесь занимаюсь делами давай-ка я допишу книги давай-ка спланируйте всю деятельность наперед для этого мне нужно все дела вот закончить успокоиться настроиться отделить время уединиться я вдруг понимаю что это происходит не так настолько силен вот этот самый эмоциональный компонент настолько вообще силен этот компонент сейчас запущу здесь субъективный что ну просто он влияет он фонит и уединяясь раздражаясь на то что не собирается энергия там и уже проявляются всякие вот эти вот депрессивные черты я копаясь во всем этом ну как бы за психолог очень прикольно тем что даже в неприятностях ты находишь интересное и полезное анализируя я понимаю что я иду в общем топорной дорогой не подходящий вообще к этому и вот это меня немножечко сбивает с толку вот еще мы едем во флориду отдыхнуть а у меня нарастает раздражение еще по поводу того что я уже привык раздражаться по поводу того что вот эти новогодние праздники это бестолковое веселье выбивает меня с колеи моих клиентов работа ухудшается мы разрываем откатываемся назад вот это и стоит ли все эти вот это вот фальш потраченные деньги потом люди считают что ну как бы сейчас тратится на терапию предпочли потратиться на нечто от чего и толку то в общем то сомнительного ну кроме как семейные конечно все эти дела там веселье все мне казалось это все не как-то несравнимо несравнимо несовместимо так ты на фоне вот этой самой вот этого самого напряжения тут еще вырываюсь из общей колеи еду еще там и тратим несколько ночей то мы катаемся на машине двое суток за рулем то есть то это так нормалек вообще потом нужно восстанавливаться я понимаю что с одной стороны мне хочется запустить год и задать ему хороший старт и мне хочется воспользоваться вот тем что вот вот тем что есть на самом деле привет привет с другой стороны сил нет я раздражаюсь хочется уединиться нужно чтобы старт подходил той энергии тому напряжению этому социальному окружению которая есть использует то что под рукой и не ищися другое не надо не надо искать себя как это если у человека в руках молоток то все проблемы он решает как ну как как гвозди не смысле забивает на них а в смысле что нужно находить подходящий подход подходящий способ стратегию и внутренний вот этот самый внутренний этот проект проактивный внутренний коуч он говорит окей а что мы можем оседлать на самом деле ты не один в этом на что мы можем переориентироваться учитывая то что там ситуация в которой я не знаю когда я могу приехать точно не могу четко спланировать весь год вперед это раздражает но я-то хочу начать по новой мы пользуемся обычной коучинговой стратегией хорошо делай то что по-любому тебе пригодится развивай способности качества работой с аудиторией с контактом делись тем что накопилось и же прется из тебя внутри срабатывает механизм привычный то есть ну как был чтобы сделать там онлайн программу не нужно подготовить прописать а я тут вот это новогодние все эти вещи туда понимают программа ты не о том на самом деле она рождается именно как подходящий старт года то есть понятное дело разумно использовать то что мы и подводим итоги но опыт того что я наблюдаю несколько лет у себя у других то что я вижу в фейсбучной ленте я понимаю что как большая часть этой работы она не имеет вот этой цепочки последствия то есть она работает как будто бы ее задача вот немножко вот поддать уверенности на какой-то период дать ощущение приятности и забыть ее хотя я вижу потенциал что можно действительно хорошо как пока учить себя и подвести итога проанализировать свои стратегии достижения провалы не вместо того чтобы пытаться их забыть и не думать а действительно сделать выводы не не там получи от этого урок а реально сделать выводы что можно делать чтобы этот провал не мешало наоборот помогал проанализировать ресурсы и барьеры под это дело я разработал опросник вот я бросил рекламу кто хочет также как я начать год со старта в особенности если как это вам не подходят традиционные вот представление о том что вот коучинг для то чтобы я пошел коучинг мне должна быть определенная четкая цель а еще в ней не уверен или там несколько целей или в приоритетах и это меня больше терзает загоняет внутрь убеждает меня запускается внутренний критик вот это самоедство и запускается вот эти вот мы еще больше изолируемся и проще язвить на тему того что вот все эти итоги планирование на пони все чем все таки подумают ну есть и другие варианты на самом деле кроме того чтобы убедиться что чтоб все не получается и в этой программе хотелось бы использовать вот эти потрясающие открытия психотерапии неврологии мой долгий опыт выжать из них вот простое и практичное так чтобы привыкать к тому что мы теперь можем делать все не так топорно как нас приучали не преодолевая себя не ломая себя и можно сказать я возвращаюсь тому что там в том в серии про нейрохакинг называл несколько принципов да один принцип веник реально люди относятся к вот этой перемене мне нужно измениться что-то изменить себе похудеет стиль жизни достичь чего-то нужно что-то сломать и образ веника в данном случае он как бы поддерживает эту метафору как старые добрые байки дети пытались сломать этот веник старенький дедушка там папа он взял его развязала по веточкам чем больше мы знаем компонентов из которых состоят наши сложности тем легче они поддаются этому чем ломать себя тем более там вот эти вот много дискуссий на новый год поднялась тема похудения когда ты хочешь начать худеть а тут праздники тут убеждаешься своей беспомощности начинаешь язвить на эту тему ну ладно снова вниз нового года так с рождества так со старого нового года та уже забьем до паски а потом к паске мы уже и забудем каждый этот шаг он ну такого знаешь капелька в сторону этой выученной беспомощности давно ничего не получится да ну ничего в пользу характера в пользу идентичности себя и мы понимаем что вот эти привычные нам стратегии ломать себя преодолевать себя заставлять себя отравлены войной и в то же время последние исследования ближайшие исследования так надо написать своим участникам их выбило вот этот вот звонок как раз выбил на других страницах смотри до обнаруживают что волевые качества проявляют не упрямые и настырные люди не ломающие себя люди которые склонны к лояльности гибкости и вот в это вот вот этот вот треугольник что ли я моя цель и мои барьеры появляется в нем несколько уже других сильных сторон мы оперируем не преодолением не ломкой себя а скорее творческим отношением любопытством вовлечением включением анализа более скажем так более исследовательских кай позиций и это оказывается намного продуктивней это оказывается спасибо что вы помогаете друг другу и мне в данном случае тем кто кого выбило тем звонком с того звонка надеюсь что она как минимум одна трансляция вижу продолжается и мой опыт вот в этой самой мира скажем так нейросоматической терапии мое понимание ее предложила мне немножко другой конструктор который помогает сильно развязать веник на более тоненькие веточки разбираться с ними не ломая себя а прикладывая ну какую-то определенную какой-то небольшой здоровый леверидж как бы это немножко усилие небольшое усилие не принципиальное мало того когда мы научаемся работать что мы в общем то если вы пожелаете в этой программе и сделаем пожелаете работать с внутренним критиком когда вы осознаете наконец-то что елки-палки когда я себя пожираю когда я себя гноблю ругаю это не приводит к результату мотивации не запускает меня а скорее наоборот как-то провоцирует меня закуклиться и эмоции оказываются сильнее здравого смысла и вот эта внутренняя борьба критика и жертвы недовольного собой и слабого она разворачивается в чистую борьбу без выхлопа в то время как прорабатывая это мы начинаем умеем опираться и на силу связанную и здравым здравую идею связана с критиком но в то же время не игнорируем жертву потому что когда мы ломаем себя мы разделяем свою жизнь свое время то есть сейчас я себя готов поломать но во мне вот вот те привычки вот это заедание вот это самая жалость к себе там поваляться с сериалом они то и они то и продукт на самом деле вот это внутреннего напряжения и насилия и посему чем сильнее мы давим на себя тем сильнее у нас происходит откат просто он происходит другое время они как бы разделяются между ними пропасть и мы научаемся как это решать эти вопросы за счет хорошей качественной карты с чем мы имеем дело когда мы научаемся чувствовать физически чувствовать те переживания которые управляет нашим поведением и вдруг обнаруживаем что же самое заедание то что прокрастинация на самом деле это не лень плохая они состоят из конкретных вещей многие из них просто стали привычкой но привычка состоит из простых телесных реакций и наработанных механизмов я испытываю растерянность тревогу недовольство злость которые которые мне как это не раздумывая кажется вот вот ну не хочу я сейчас вот не хочу я сейчас с ними иметь дело и там запускается автоматически наработанное поведение но каждый раз когда мы повторяем свои вот эти вот ритуалы заедания закуривания мы укрепляемся в том и мы как бы как-то поклоняемся вот этой растерянности вот этой тревожности как будто бы они так сильны над нами все больше и больше научаясь не чувствовать их а убеждать себя в том что как бы курение заедание это удовольствие коим они могут являться но они могут являться но вот удивительно да вот французы как они любимая диетологическая тема да они смакуют еду они говорят о ней очень много наслаждаются их еда очень такая не диетическая совсем но в среднем они намного худее да хуже чем наши идея предположительно идея тот кто умеет наслаждаться не обжирается не закидывается он смакует наслаждается он чувствует когда стоп и это в принципе транслируется на прокрастинацию на вот эти вот плохие привычки курение как я определяю в общем-то как это это зависимость для человека или нет не потому сколько он курит когда он курит а потому как он отвечает на вопросы про курение есть он говорит их на автомате у него запиленный готовый ответ а я просто наслаждаюсь понимаю все человек залипший уже это уже на автомате дело в том что вот этот режим автомата забегая вперед этот режим автоматических ответов автоматических реакций он по сути своей вот неврологически это режим окукливание спрятаться внутрь не чувствовать и он по их он как бы подкрепляет я живу в каком-то неловком не уютном мире мне нужны автоматические реакции вот эти фасады маски которые дадут мне возможность спрятаться от него и не чувствовать его и когда мы начинаем экспериментировать с тем что давайте почувствуем вообще что происходит за несколько секунд до того как ты готов уже там зажрать закурить и оказывается что эти переживания которые там нас толкают такие годами невыносимы ужасные то есть ну вот этого телесная реакция растерянность которая там может быть тошнотой дрожью какой-то всего лишь телесная реакция так вот я о чем говорю то я об очень общих принципах как чем более подробная карта тем легче оказывается вот это взаимодействие не так страшен черт как его молюют и вот несколько принципов которые я в кину прямо сейчас как идея на что опирается это тренинг почему он такой размытый почему он без правил почему он без структуры без регламента в первую очередь потому что он соответствует вот этому новогоднему драйву сейчас важен эмоциональный запуск который как это который впечатлит вдохновит нас выведет нас вот из этих автоматизмов из выученной беспомощности в режим суша жизнь интересная самом деле не обязательно все повторять на автомате давай по-новому начнем то зачем бороться с этими новогодними ритуалами мы в них поучаствуем с удовольствием с интересом добавим немножечко принцип эволюции ничего не избавляться а в на автомате мы думаем раз у меня тревожность раз у меня лень от нее нужно избавиться но биологический принцип эволюции природа ни от чего не избавляется тысячелетиями пока она не уходит окончательно но она учит нас если нам старая функция как очень тревожная система физического реагирования вот это панические приступы вот это оттуда же она досталась нам это же предков которые жили в опасности на как бы она не особо нужна в современном мире на самом-то деле не очень эффективно ну это это в других видео расскажу да вот и вместо того чтобы там сетовать избавляться природа не выключила эту систему просто дополнила ее другой системой которая балансирует весь наш организм все природные процессы эволюция построена на балансировании то есть симпатическая нервная система которая активирует нас оживляет ускоряет сердцебиение балансируется пара симпатическая которая дают нам отключиться отдыхнуть но когда и это в общем то стало уже пережитком добавилась еще и третья ветвь которая помогает нам легче мягче живее жить среди людей кому непонятно задавайте вопросы переписки потому что в комментариях я не всегда их вижу я вам пришлю ссылки на там где я объясняю все что работает уловите принцип значит наша природа не устроена так что нам нужно чего-то избавляться она просто дополняет и обыгрывает использует то что в нас могло бы стать атовизма нерабочим вот эти принципы и там коротко да там начнем 100 вот с этого принципа веник мы прорисовываем карты мы вместо того чтобы уходить в автоматические реакции учимся в ситуации стрессов на которые опирается весь этот коучинг то ли когда мы хотим чего-то достичь то ли когда мы хотим от чего-то избавиться что-то изменить наш барьер там того или иного рода стресс вместо запасы позволения себе запустить автоматическую реакцию мы учимся чувствовать анализировать и находить новые решения проявлять нейропластичность гибкость да это же биологический принцип развития и мы учимся раз развернуть этот веник принцип мы не избавляемся от чего-то а мы дополняем это так чтобы это не мешало нам жить мало того мы учимся обыграть даже то что есть и некоторые знак кто знакомился с моей работой с внутренним критиком и жертвой особенно там с круглым столом знаю что оказывается вот эта способность это качество которое связано с состоянием от самоедства может быть действительно может быть очень активирующей частью и когда мы входим в это состояние психологических работах мы вдруг осваиваем что в большинстве своем в нас есть то о чем мы не подозревали то вытесняемая так называемая часть сила то есть обычно от внутреннего критика страдает человек который по большей части большую часть жизни в чем-то не уверен сомневается чувствую себя кита недостойным и тут вдруг когда он входит в эту роль представляя себя жалкого и начинает себя ругать игры суша есть в этом вот какая-то приятная интересная сила иногда люди сами сознаются ну вот эта уверенность определенность это настолько настолько мощное переживание что его потом можно научиться активировать значит еще один принцип который нам пригодится в этой работе экологичной работе это то что давно открыли буддисты но до сих пор не очень получается передать эту идею без лишней там напыщенности насыщенности и так далее эзотерики то что я это не нечто цельное и стабильное если в плохом стрессе я чувствую себя жалким и ничтожным это всего лишь это все лишь реакция я и уверен и успешный и хороший сын и иногда поступаю как поц извините за мой французский точнее видишь то есть я когда я осознаю что моя неуверенность он так каким же мне быть каким же мне быть какой же я правильный как вот угадать такой вот роль в которой у меня не будет стресса да никак это не очень тебя нет это нормально не значит я не существует это значит что вот как в мультике головоломка кто видел можете там плюсануть г написать внутри у нас пульт один может быть два и внутри много вот тех вот состояний ролей энергии как бы вы их не назвали в которых мы разные и очень удобно работать с метафорой там я там король у меня есть свой трон а внутри там есть министр безопасности там министр культуры и тогда вот это наше состояние причем в разных состояниях человек настолько разный что у него не только разные не только разные ощущения физически разная осанка ну как в жертве да вот такая там чувствует себя по-разному когда человек в это входит у него разный интеллект ну разные ценности это разная личность и по этой причине я и обыгрывал в упражнениях вот эту идею как будто дух вселяется дух упрямства дух вот этого жертвы дух внутреннего критика для богическая идея и мы признаем да мы разные и у нас есть тревога когда мы не понимаем что происходит очень важный компонент который в нашей работе вот я там дал задание проанализировать спланировать вот и там есть ресурсы и барьеры вот один из важнейших ключевых ядер в наших барьерах это страх неопределенности который запускает иногда нерациональную работу особенно когда мы не понимаем что происходит именно иррациональные мысли и эмоции и нам нужно распознавать вот этот страх неопределенности и так мы признаем что мы состоим из многого из разного и мы подобны хорошему там президенту королю который всех слышит видит понимает у каждого ресурсы и темные стороны именно наше состояние вот эти вот которые мы впадаем и учиться регулировать их причем король это не внутренний критик которые такой ну как жестяковый робот он как мы понимаем да если как мы понимаем он мудрый гибкий чувствительный он понимает что творчество интерес это такие же важнейшие необходимые качества жизни как и достижение успеха впечатлить других причем я говорю это не как психологическую концепцию а как именно концепция которая подтверждена вот как биологическими компонентами и опять же если вам интересно сейчас я как это общий средств даю на чем я делаю вывод там подискутировать я вам просто в этом напишите мне то ли в комментариях то ли в дискуссии я вам скину ссылки там где об этом есть информация и вы заранее уже можете как это в ней покопаться сейчас принципы мы ни от чего не избавляемся мы дополняем балансируем понимаем что мы учимся принимать во внимание все что в нас есть и что мы не будем едиными целыми и еще один принцип вот этого нейрохакинга который хорошо бы сделать практикой особенно на фоне того что новый год планы немножко там ломаются бизнес немножко не такой как обычно мягко говоря для некоторых немножко для некоторых вообще рельсов нет у некоторых из вас я и целей то определенных нет конкретных и когда вы думаете ну надо построить цели в больше нервничаете впадаете в самоедство именно на этом уровне имеет смысл переключиться на тренировку прокачивание способности круга по любому пригодятся как минимум сталкиваясь с универсальным стрессом и как максимум с конкретным стрессором чем-то что стоит барьером на пути к вашим целям определенным или нет да так вот простые формулы да вот сегодня вот такие простые простые компоненты принцип нейрохакинга поступок определяет привычку формирует привычку привычка формирует характер характер формируют судьбу но мы говорим здесь еще и с акцентом поступок таким образом формируют вашу идентичность представление себе и формируют способность и вот если вы привыкаете с этим жить вы дополняете это принципом мы прокачиваем легкость и гибкость сделать чуть-чуть прямо сейчас в пользу нужного качества будет намного эффективнее чем а вы будете вот там созревать с готовностью анализировать пытаясь выдать идеальный продукт копаясь себе сомневаясь как это будет выглядеть сделать хоть маленький шажок прямо сейчас влияет не только на результат но и на ваш характер на выученную беспомощность что я имею ввиду я думаю перед новым годом черт надо бы вебинарами заняться надо бы выйти в онлайн пространство уже более эффективно вот продумываю всю программу давай я сначала книги напишу всю программу нейрохакинга нейро соматическую теорию практику все разложу начинаю готовиться я понимаю что это далеко сроки неопределенные мне это злит и это начинает фонить прямо сейчас у меня есть что дать прямо сейчас у многих людей есть запрос есть такое же состояние по сути я создаю клуб вокруг себя то что я хочу я использую еще один принцип синергии причем многомерное слово я использую то что мы уже знаем когда у нас стресс мы склонны уединяться или делать что-то уже наработанное хотя логика говорит о том что во первых когда ты с кем-то говоришь и называешь в голове все укладывается физиология говорит когда ты обсуждаешь и ты учишься обсуждать на вот в этом вот как это двустороннем диалоге тебе все проясняется стресс падает не только яснеет стресс снижается детали про все стресс снижается и в этом есть элемент какая-то обязательность обязательство синергия взаимодействия и наша старая система регрессивная требует от нас закройся уединись спланируй а это идея логичнее как ни странно выйти найти тех кто может быть на это поведется да конечно же многие скажут да ну что за фигня что ты нам предлагаешь тренинг без конкретных условий без вот этих вот самых конкретных сроков я и я понимаю я распознаю этот барьер я то уже у себя взрастил свою вот это вот свои свою корону да и каждый раз это испытание рискнуть своей короной и распознавая думаешь что сделать как обыграть то что мне может помешать чтобы не тормозить я понимаю сейчас важнее не тормозить и многим людям это может пригодиться кому-то это не подойдет не понравится так у меня есть другие программы мои студенты знают что своих программах я очень требовательный там конечно же не жесткая структура но там не жесткая структура именно потому что это дает учиться эффективней но внимания конкретной проработки навыков там хватает вот и потом структура просчитывается очень мощная здесь другой вариант кому-то нужен вот этот взлет вдохновение опора и принципы на которых они будут меньше времени тратить на самоедство на вот эти самые уход в себя на уход в норку и больше больше оперировать тем что эффективно и соответствует в данном контексте законам природы психофизиологическим неврологическим эволюционным законом так еще один принцип хотел а еще один элемент этого принципа так вот если вы зная о том что вот вот как бы когда стресс мы нам нам мы хватаемся за любую свою внутреннюю она с любую свою концепцию идентичности типа я интроверт я просто интроверт мне просто нравится так делать ну честнее с собой просто сейчас срабатывает автопилот но в тебе прописаны все способности всех эффективных людей с разными акцентами ты просто из всего своего спектра возможностей по при по привычке выпадаешь в один режим потому что твоя психика переоценивает стресс в большинстве случаев мы об этом еще узнаем переоценивается стресс прокачает другие возможности причем вот мы берем представляем себе мозг и когда я общаюсь с людьми и они говорят там я интроверт я просто как это меланхолик там в жаворон а это сова я визуализирую просто где это в его неврологии это не особенности характера это как бы это не то чтобы симптомы но это компоненты симптоматики то есть это реакции связанные с обороной и у каждого человека есть вот эти вот как это по рождению нам даны те карты которые можем разыгрывать в любом диапазоне и каждому должна дана нейропластичность просто умная игра теми картами которые у нас уже есть эффективно и оживлять те которые еще не работают по возможности без борьбы с собой как мы говорили дополняя и мы тренируем нейропластичность в состоянии волнения неопределенности мы учимся можем ли мы среагировать немножко по-другому проявить гибкость юмор осознать просто не среагировать протоптать новые дорожки и теперь мы имеем подтверждение что как это наша неврология наша нервная система действительно работает в таком режиме она формирует связи и как бы это не ассоциировалась вот этой желтой пресса и псевдо нейрохакерами которые там не понимают что в мозгу происходит им кажется что они там схватили бога за бороду и только ты начнешь каждый день делать что-то новое там пару-тройку ритуалов сразу уже тебя дофаминовый баланс меняется не совсем но именно они транслируют идею не будь камнем лежачим оживляя себя и люди которые делают хоть что-то привыкают расширяют эту нейропластичность даже когда им не по себе ставят под сомнение драматизм начать учатся думать когда им хочется вот понимать все однозначно они становятся гибче пластичнее действительно проявляют другие способности я иногда вот смотрю на интроверта и вижу его воспаленное медаль видное тело его правую часть но ты он говорит нет я просто интроверты я вижу как его тело трансфер ускукливается на меня нападают говорит он и большая часть мозга еще больше затухает миндалевидное тело этот детский эмоциональный ум который уикру опасность он наоборот как и так воспаляется грубо говоря не я утрирую конечно но реально люди которые живут в этом режиме вроде многие из них ведь не лечатся но смысле они не больные они им не нужно казалось бы психотерапевту потому что они как это в рамках нормы не просто тревожные люди просто стесняются выступать перед другими людьми там стесняются сказать от себя стесняются сказать нет на самом деле их разум принципиально мало чем отличается от человека больного тревожным расстройством и депрессией они просто не дают сформировать те связи которые дадут включать как это когда вот это миндалевидному телу подключится работа гипоталамуса его попустит то есть как человек начнет понимать причинно-сведственные связи там какое-то прошлое или включится воображение прифронтовая кара поможет проанализировать собственно чуть-чуть заморачиваясь но полезно же вот научиться общаться с людьми ли вообще ничего страшного опасного нет опасность преувеличена и как только подключаются другие участки напряжение распределяются ты меня вот образ вот вот этого мозга вот представляется как будто я лечу на самолете из и мы садимся вижу город ночной город вот огоньки вот смотришь одни районы такие яркие такие сохотом в манхэттен горит там а другие районы такие вообще там типа но там в общем ватное такое все темно с мозгом тоже одни горят другие не горят и это обостряет внутреннее противостояние несостыковки когда начинают гореть все те кто горели воспаленно горят меньше и это действительно как это ближе к картине здорового функционирования вот у нас я на кстати курсе вот так вот ну как бы это метафоры для того чтобы найти в обыденном любопытные потрясающие такая воспаленная речь я все гляну что там смотрят меня плюсики даже даже плюсики появились хотя да мне же нужно попросить там в интерактив все дела и так немножко принципов я рассказал на чем это основано и перед нашей встречей я дезда сделал несколько вот таких вот горячих реклам и они были рассчитаны на тех людей которые вот которые повелись на вот эту проактивную идею им не дают четкие конкретные условия какой будет тренинг а просто о чем он на какие чувства он рассчитан интерес мой был именно в тех людях которым надо так же как и мне загореться разогнаться войти в это состояние и прочертить эту линию формировать в себе вот эти самые идентичности которые сделают эту работу менее напряжно имеют работу по достижении целей или по достижении баланса то есть по сути до коучинговая тема все вокруг того что я чего-то достигну я что-то сформирую разовью или я буду счастлив везде я пойму из-за чего я не счастливый как сделать так чтобы быть счастливым и наслаждаться жизнью и просто мне на пути нужна карта по которой понять мне внутри что-то делать или в поведении в действии очень конечно делает акцент на поведении на действию это действительно очень управляемая вещь чтобы там человек не переживал не говорил если ты формируешь его формируешь его концепт жизни окей значит ты говоришь это тебе не нравится ты хотел бы так что для этого можно сделать и когда человек даже думает о том что он мог бы что-то сделать у него уже как это перенастраивается вот эти взаимодействия головного мозга но если он подкрепляет это действием он формирует себе идентичность которая привыкает к тому что а со мной все в порядке б я могу сделать то что я хочу ну и на походу научают способности гасить деструктивные программы на фоне успеха это легче но в начале пути это сложно я надеюсь вы понимаете о чем я сейчас говорю вот так вот среди вас есть те кто были уже в чате которым я скинул задание как проанализировать опыт своей жизни предыдущего года подвести итоги именно на языке который подходит новогодним праздникам то есть ввел туда новые вот эти вот вещи если раньше не были инструменты самоанализа самопомощи то там были элементы типа проанализируйте опыт предыдущих вот этих new year resolutions вот этих вот желаний мечт решений на новый год и что из этого вы можете извлечь формируя внутреннего коуча который говорит ладно уже чего искать виноватых оправдываться придумал что можно сделать сделать сейчас маленький шажочек намного эффективнее полезней чем три дня заниматься самоедством отвлекаться заедать причем даже если ты эффективнее будет не запрещать себе не за когда не запрещайте заедать закуривать обжираться просто добавить туда легкий элемент осознавания но про плохие как это про вредные привычки и как ими пользоваться и как действительно их перепрограммировать формировать полезное чуть позже пока что вот эту карту про когда прокачиваем я хотел бы чтобы мы формировали вот эту самую указанную синергию там не вы сидели слушали там с критичным умом с надеждой как это с каким-то вдохновением а мы создавали синергию вы мне я вам помогали сейчас вот вы включились кто-то ответил на вопросы кто-то сделал выводы кто-то сделал открытие тот сформировал планы у как у кого-то наоборот стресс поднялся он понимает о боже я опять там где я не могу это я не хочу этого переживать это нормально но мы переходим в режим синергии что значит вот те кто распределились там в том чате по парам вы уже думаете что вы скажете другим как вы проанализируете привыкая простому майнсету сейчас он звучит очень примитивно просто но это рабочий инструмент и мало кто им не смотря пользуется несмотря на простоту вы обсуждаете с концепта и так вот мой опыт вот что мне не нравится вот что я я хочу изменить вот это мне кажется не изменить давай не искать виноватых не как это не наказывать не сокрушаться а все таки найдем способ что из этого извлеку для хоть какой-то пользы удовольствие радости или там признание правды то что улук результат наше обсуждение должно привести к улучшению качества жизни приблизить к цели сориентировать на более реалистичную или адекватную или понятную цель которая опять же говорю там тем кто присоединился если там у вас большая проблема долгоиграющие цели это не соответствует вашим ценностям целью может быть развить способность уже нейропластичность и простая вещь которую можно ввести вот этот принцип сделать сейчас чуть-чуть намного эффективнее чем потом когда они будут сделать идеально большая вероятность депрессивные механизмы выученная беспомощность победят если вы откладываете если вы не откладываете делать их чуть-чуть налегке значит так учитесь юмора налегке тренируя в себе вот это вот воздушность причем если даже у вас много этих механизмов в вашем теле видно что вы тяжеловесно вы делаете это просто и легко вы прокачиваете свою легкость воздушность легкость на подъем несколько секунд подряд планируете себе несколько секунд несколько раз в день что вы вот двигались дышали так как будто вы ветер все легко и весело можете обыграть вот эту прекрасную метафору древнюю архаичную стихий какой-то день вы в себе прокачиваете ветренность легкость а вот какой-то день текучесть мякость какой-то день напористость мощь какой-то день уверенность стабильность какой-то день не экспансивность но это я как стихиям до вода воздух огонь земля дерево камень статичный несколько секунд прокачивать и мы знаем что то что мы думаем о своей идентичности полное фуфло вообще на самом деле и мы оживляем в себе незнакомые нам качества намного легче чем нам казалось вот это опыт психотерапии и вы сейчас думаете какие стихии какие элементы какие способности вам помогли бы ваших целях или в жизни в принципе то что вы прокачали и да значит вот этот вот компонент проактивности вот этой самой вот как люди которые поклоняются богу нейрохакингу богу нейрону когда секта создается они отличаются тем что вне зависимости вне зависимости в общем от многих условий мы прямо сейчас мы не откладываем мы не мы не спонсируем не укрепляем себе вот эту депрессивную структуру ригидность автоматизм мы каждый каждую возможность прокачиваем нейропластичность мы отказываемся от 80 процентов вот этих автоматизмов и пытаемся в ситуациях когда мы обычно не замечали легкий стресс нас заставляет сделать что-то привычное задаться вопросом могу ли я в этот момент осознавать и быть живым не так осознание это серьезно а что на самом деле хочу а если в этом что-то смешное есть что-то полезное вообще на самом деле я хочу сказать сделать и что из этого является наработанным механизмом просто иногда вытесняемым да ну когда там да когда если вы допустим там привыкли зажирать и тут кто-то там слушать с вами программы а ты хотела похудеть я сейчас дождусь чаще вся вечерком наедине с собой придет время у меня есть такое время просто вот и разная 10 часов вечера когда до этого не голодный все нормально и вдруг 10 так бы какой-то там ps и вот этот человек идет холодильнику и лукавый его значит его сосед говорит ты же нас мира пластичный такой все зажирать будешь и в этот момент автоматизмом будет что-то ляпнуть то ли злое то ли оправдание то ли еще все равно это сделать и я говорю не надо запрещать себе ваша цель не сломать поведение а выйти из вот этого вот это вот зомби чем наделяем чем плохим что-то здоровая способность просто шуму как-то нужно взрослеть из нее и вдруг подводить свечешь хочу на самом деле даже ответить с юмором подышать перед тем как медленно и глубоко перед тем как завершить действие задаться вопросом а действительно я хочу этого действительно ли я вот вот это вот вот это чувство я его распознаю из-за которого я иду одно такое невыносимое может вообще с ним поиграть можно делать что-то здесь и сейчас прямо сейчас за счет включенности осознавания и я надеюсь что многие из вас сидят уже с ручками и бумагами и это отражает вашу позицию и если есть среди вас тела кто сел просто послушать и осознает черт ты что имеешь ввиду что если я не взял ручку бумагу значит типа я какой-то там такой не такой не сякой я приглашаю к идее что если возьмете ручку и бумагу возможно из этого из этого из этой трансляции вы излечете больше это главная идея и некоторым вот людям с сильным внутренним контролером им нужна структура я понимаю что моя манера именно вот этот тренинг в особенности неопределенность без границ ни времени задание нечетки непонятно что делать потом для них это испытание дикое напряжение я могу вызывать этим сам раздражение желание отключиться но некоторые все таки остаются дом счет можно что-то из этого взять мало того многие осознают что именно вам именно вам уместнее вот будет учиться толерировать неопределенность легкость гибкость текучесть а так как вот но только вот вот я проводил вот сессию которая этой поднималась человек с как это с мерилом как я должен достигать в коучинге обыденным испытывать дикую фрустрацию в новогодние праздники что так не получается что ну черт побери ну мне нужно праздновать я не могу отказаться от семьи от ценностей не могу не проводить время с людьми там не нужно но это сбивает меня с моего продуктивного пути или то или другое получи ни то ни другое не тем не дуя собираемся с людьми а я думаю о том что я просираю время ты мы понимаем что та же самая нейропластичная концепция предлагает нашу да используют то что под рукой сейчас просто путь к цели будет нелинейный не по рельсам и мы учимся тому что кроме как эта жизнь у нас вообще в принципе на рельсы не похоже тут уместнее вот эта способность как это по волнам по волнам плыть а учитывая особенность моей аудитории я думаю что процентов 90 моей аудитории это люди которые сами на себя работают у них и мне не платят зарплату да нет можете там написать они зависят от себя сами себя организованы их жизнь невозможно построить по линии по линиям из-за чего многие плюются на традиционный тайм-менеджмент говорят при моей профессии при моем образе жизни все не совсем так предсказуемо и в какой-то степени они вот урывками пользуются там менеджментом но это часто стоит слишком больших нервов когда они понимают это не получается не зляться на себя на самом деле современные психотерапевтические практики разработали уже дополнительные техники которые помогают как-то более адекватные творческим людям и людям путь которых нет не линеен да и в принципе да если мы работаем с образом линии как вот как в нлп и мы часто работаем вот есть цель есть прошлое есть будущее у кого-то так у кого-то так кстати для себя подумайте как у вас тут вообще стоит перед линией вот там барьеры вот там цель вот там что там что мне кажется невозможно преодолеть вы для себя тык-тык-тык смотрите и логично представить что вы туда идете но это работает лишь при части запросов и альтернативный концепт тайм-менеджмента помогает нам совершенно по-другому сбалансировать внутренние отношения со своим режимом со своей жизнью и без вот этой способности по волнам прыгать использовать сейчас то время в которой совершенно другой ресурс нужно обыгрывать по-другому к нему нужно относиться другую стратегию подбирать адаптироваться к этому если вам интересен такой тайм-менеджмент в принципе его можно дополнить к этому курсу он действительно снижает стресс вот вот тех людей которые вот сами организовывать себя они зависят от клиентов они зависят от сезона своего состояния эмоционального физического где-то заболел заразился энергией упала не транслируешь эту самую привлекательной все падает это дополняет депрессию как это иммунитет падает вместе с этим ты чертыхаешься понятное дело нам психологом легче потому что у нас везде приключения да там я из любой мой как это серьезные болезни выходил с открытиями с инсайтами и со стратегиями это больно это тяжело но я выхожу с пользой и с чем то что я могу продать еще не все я могу вместить то что там я дооткрывал эти обделения так неопределенно не знаю про загибайте я не понял а понял да да так вот я надеюсь что вы с ручками и бумажками и некоторые организованные внутри люди говорят ну же где же вот это вот то ради чего конкретное задание конкретная тема я надо больше ориентиры значит так ручка бумажка вы их берете и привыкаете держать их рядом с собой мало того на период который вы сами решите выделить на вот эту программу я предлагаю вам не как это держать их не дальше чем на расстоянии вытянутой руки вы активируете вот эту самую как-то внутреннего коуча внутренний бога нейропластичности тот кто выбирает жить с любопытством с интересом настроенный на развитие вытаскаете их с собой и чтобы простить до самым таким вот людям которые нужно разжевать четкую инструкцию и так место четкой инструкции шоу туда записываете вы записываете то что вас волнует то что вы планируете то что вас расстраивает то что вам мешает и вы пытаетесь это не просто обобщениями а вы пишете законченные предложениями абзацами принцип какой очень простая вещь на удивление мало людей им пользуются и очень очень мало польза продуктивно у меня сталкивался многие клиенты ведут журнал но они ведут его она не очень продуктивно бездумно на автомате а из это можно извлечь просто офигительно много полезного результата вы учитесь формулировать подбирать слова для того что переживаете и да действительно наша психика так устроена что когда нам становится и когда мы подбираем слова нам становится яснее нам становится спокойнее даже если вы просто назвали то что вас парит обнаружили слова чтобы найти причинно-следственные связи что это после такого-то события так-то так-то расстроило меня и теперь не обмуляет потому что я боюсь что это произойдет снова если вы просто мулились у вас бы крутилась мысль этот механизм депрессии депрессивные люди они они очень много думают о причинах о следствии им кажется что они все время в самоанализе на самом деле они жуют одну и ту же незаконченную мысль типа ну почему со мной так это так обидно это так несправедливо когда они в голове это пережевывают и не хотят записать у них речь у них мысль остается незаконченной то есть вопрос почему они не пытаются на него ответить им кажется что они пытаются ищут ответ на самом деле они в режиме когда активировано только правое миндалевидное тело когда же вы начинаете формулировать заставляет себя включаться левую сторону про право левую сторону гипоталамус вспоминать воображать потому что нужно подключить это связать левое и правое вас начинает мозг работать так что вот это напряжение как это может распределиться и миндалевидное тело перестанет быть таким нагруженным но твоим физиологическая сторона вы когда пишете вы как будто изливаете на бумагу мало того режим депрессии и без бессилия это один тот же режим то есть физиологически самая депрессивная реакция это застывать и затаиваться я пережду я больше ничего не буду делать но когда вы затаиваетесь вся психика работает режиме а это действительно катастрофично ужасно даже если там ничего ужасного нет вы учитесь записывать формулировать и так то что вам неприятно то что вы хотите не забыть запомнить запланировать вот я тем кто в нашей переписке прямо структурированный инструмент для этого дал но очень большой и вы можете иной раз там понимаешь да не уделю я столько часов для этой работе по тому же принципу да там выделили страничку цели ориентиры желания верхняя часть страницы это как бы мозговой штурм все чего я хотел бы будь оно даже фантастично лишь бы выйти из вот это внутреннего барьера внутренней клетки а книзу уже из этого выделяются конкретные задачи и цели на это выделяете какое-то время какая отдельная страничка для ресурсов внутренних внешних кому интересно напишите мне если вы у вас еще нет этой ссылки этого документа страничка для барьеров как их расписать назови имя демона и он больше не властен над тобой мы формулируем называем записываем это становится уже дойбу мало того его можно потом часто замечаем как вот то что вы писали страница барьеров оказывается страница ресурсов это же становится чем-то и полезным в чем-то другом там или по-другому записывайте инсайты открытия и вот на этот период тренинга вам нужно осознать что внутри грубо говоря вот все упрощенно да внутри вас как это три комнаты волта диснея на нн пиская такая тема метафора что волт диснея величайший мечтатель и величайший реализатор успешный человек у него три комнаты и он их посещал строго определенном порядке сначала мечтатель придумывает без границ никакой критики потом конструктор тот кто уже напридумывал вообще без предела фантазии киром все это на бумагу записывает 3 критик ни в коем случае критик не допускался в первую комнату и желательно не пустить его вторую тоже пока не готов план ну типа там знаете как говорят дураку пол работы не показывают же испортится настроение внуши может пропасть запал вот доделали продумали тогда уже можно критиковать вот по этому же принципу учитесь писать освобождает свою фантазию любые инсайты значит так если критик говорит ну 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 да это ты мечтал уже тысячу раз там то это ты делал ты вы правда думаете ну блин ну я не могу жизнь всю потратить на 10 целей одновременно опять я не могу выбрать приоритеты пишите все как можно больше значит так первая задача эмоциональная выйти из ступора и позволить себе раскачать вот этот маховик что ваша психика работала в режиме активном гибко что ваше тело в нем работала это же кто-то смотрел наверное вот это я ведь делал коучинг на бегу видеотрансляции а прямо вот на бегу как это решал коучинговые задачи терапевтические задачи я прям за счет того что я бегу я оживлял себе внутренние вот эти конфликты боль страх связанный с ними и пробовал как по-другому мой мой мозг моя психика переваривает какие-то проблемные ситуации которые состоянии вот такое застывание вызывает тупо ступор еще я не могу с этим справиться когда твое тело бежит и дышит психика работает в диком режиме не останавливается в конце концов приходит открытие решений очень похожие вещи происходят на ребёфинге если человек не знает вообще что там у него за драма и она всплывает прямо в процессе он не осознает там только уже когда вот он продолжает дышать эмоции всплывают не знаю что это такое чем на автомате начинает оживать все и казалось бы там всплывает все невыносимо и это по идее даже ретравматизировать но почему правильный ребёфинг даже если человека не вести за за ручку корректно проведенный спонтанно ведет к решению чеку вдруг самому приходит его уникальное решение что это не проблема что проблема решаема или что я больше не хочу париться но приходит подходящее ему решение разрядка симптома так мне уже что-то пишут в нашем чате так умнички молодцы о сотрела то не до набегу тот же со та же самая идея про активного конце про активной концепции коучинга делай прямо сейчас не откладывая экспериментируй и рискуй на самом деле наш страх вот мой страх что я не справлюсь с этим я облажаюсь при своей аудитории преувеличена самом деле так итак я дал задание нашим участникам надеюсь что они хотя бы часть сделали я написал чтобы вместо того чтобы переходить в режим там типа о боже это долгое ничего сделать хоть что-то прокачивая именно эту привычку способности так далее сниматься с мертвой точки делать легко сейчас вот есть у вас ручка бумага рядом я говорю пишите туда открытие инсайты идеи невероятно большом количестве дайте себе время перед тем как вы превратите это в конкретный план но если у вас нет конкретного плана тогда просто пишите детали какие этапы на пути к плану что может помешать что может помочь но если нет и вот тогда пишите как можно больше чего бы хотелось не забыть изучить понять познать почитать что мне в этом поможет кто мне в этом поможет куда направить свое внимание от чего отказаться можете если вы вот в этой цели воспользуемся коучинговой идеей вы можете прямо сейчас запланировать время когда вы поработаете с опросниками с напарниками тех кто уже с напарниками работает уже сейчас черкнете что-то вдобавок тому что вы знаете или сформулируете как можно больше в деталях сформулируете вопросы или что-то что связано с неудовлетворенностью возможно вы слушаете не соответствует тому что вы ожидали сформулируйте это и на этом этапе вот эта схема эти принципы плюс практика таскать с собой вот этот самый журнальчик ручку рядом с собой и записывать начать взаимодействовать с другими достаточно тем кого зацепили темы внутреннего критика внутреннего баланса как справляться с тревогами с заеданием вы мне об этом пишите в первую очередь переписку а вторую я смотрю что у меня будет в комментариях я просто под это у меня уже есть материалы уже немало материалов и я чуть-чуть там позже выделяю время и отсылаю вам уже на вашу тему и я смотрю какие вопросы остаются открытыми чтобы успеть сделать достаточно за этот вот за этот вот условно до двухнедельный промежуток и нужно ли его будет дополнять конкретными микротренингами и так если если мы продолжаем дальше как эта программа подарочная в том смысле что вы сами определяется ценность стоимость то что я вам даю то что с вами происходит то как вы вкладываетесь и вот этот вот как это символ да я вкладываю жизнь энергию силу я ставлю себе планку это мое обязательство и да конечно мне приятно и что это становится оплатой мне но я уверен что это те этот тип работы ценен и его действительно нужно оплатить несмотря на то что он сейчас вот эта тема не так не так сложная глубока как обычные мои темы я просто выделяю практичные это практично работающие полезные нюансы и я считаю что уместнее в этот период года именно раскачать запустить начать вот эту энергию и эти качества прокачивать эти способности эти привычки и формировать уже вот эту идентичность опору внутри себя что я я чек гибкий я справляюсь со стрессом ситуациях в ситуациях не напряженных где обычно привык там или злиться или пугаться избегает там стратегии сам дурак обвинять я учусь а что могу по-другому сделать что было полезно причем напоминаю что принцип в момент вот этих вот неопределенности стрессов быть осознанным и использовать то что в синергии в общении взаим в контакте с другими мы развиваемся мы понимаем и стресс снижается формировать вот эту идентичность который соответствует эти навыки причем удивительно то что такую простую вещь я не нашел практически ни в одной программе по похудению когда там когда там делают акцент как это как веник только на одной ветке ломает и ломают 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 сразу несколько попадать сразу в несколько попадает когда люди не понимают зачем они большинство ли понимают зачем им диеты то есть но меньше жрешь в соответствии меньше калорий меньше толстеешь не понятно почему одни худеют другие нет но метаболизм разные от чего зависит метаболизм как он связан с нашей психикой с нашей идентичностью с нашим режимом и оказалось что микроизменения в осанке могут сделать больше чем истязание себя диетами на фоне самое как это недовольство собой ты внутренней борьбы по поводу того что ты где-то там калорий переела но про это еще отдельно да так вот 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 эту связь между состоянием физиологии идентичностью мы устанавливаем вот это интуитивное понимание как между двумя полушариями так между тем что мы чувствуем делаем и с нами происходит я к тому что вот этот вот пример когда ты пытаешься похудеть сбросить вес ты представляешь себя тем же человеком той же идентичностью которые которые ты был до сих пор с теми же механизмами обороны и она предполагает что похудение туда вписывается только если ты будешь мучить себя мучить мучить а тот кто внутри будет ждать когда же наконец-то это закончится я наконец-то расслаблюсь закутаюсь в одеялко нажмусь забудусь вообще в то время как люди которые вообще поддерживают жрут и поддерживают образ жизни их метаболизм другой не за счет того что им там бог подарил все должен видеть они привыкли вести себя по-другому них режим жизни внутренний огонь легкость возможно это не как бы это не жесткое правило что есть люди по ряду причин которые в которых много как это легкости огня и в то же время ну как то вот такой метаболизм что не полнеют бывает так это есть истории еще с гормональными расстройствами есть истории с лечением такое бывает но тем не менее вот эта идея про вот похудеть вот я хотел бы чтобы вы к ней примерились и даже если ваш метаболизм перенастроился там после какого-то лечения это не знаю что они работают но для большинства людей работает так вот это была метафора на самом деле не только про похудение про в принципе поменять вот этот образ жизни охватывая идентичность какой идентичности какому образу себя какому настроению поведению какому рисунку как у какой осанки соответствуют то перемена которая еду потому что если вы привыкли жалеть себя закутываясь в изоляции то это перемена будет ну как бы это как-то ну добавить добавить к этой самой картине внутреннего самоистязания внутренней жалости еще топор ну что картина не изменяется да так вот и в некоторых программах людей там учат медитировать принимать себя такой как есть они говорят нахера эта фигня нужна вообще они разводят меня на что-то непонятное некоторые ведутся потому что это просто физически приятно и далеко не все въезжают что действительно взращивание в себе приятных эмоций приятного отношения к себе может не прямой целью поспособствовать и похудению тоже или какого-то внутреннему балансу ну что я то помню вот эту работу с анорексией когда девочка вот у которой вот тоненькие ножки из которых коленки вот так торчат она говорит тебе я жирная как вы этого не видите ты смотришь у тебя немножко в мозга сдвигается действительно часто бывает искажение восприятия но психика все равно подстраивается ну это отдельная уже тема я сейчас увлекусь вот так вот значит так носить с собой журнал ввести записи записать что-то прямо сейчас сделать маленький шажочек прокачивать если вы уже отметили для себя какие способности качества вам нужны для того чтобы там достичь или в принципе в жизни для проблемных ситуаций или для желаемых представьте себе в какой идентичности в какой роли вы можете их играть что на самом деле вот эта вся идея там мы надеваем маски мы кого-то играем это все неестественно и в этом тоже есть хороший кусок лжи когда мы учимся играть мы расширяем свой ролевой диапазон и действительно можно играть фальшиво не будучи собой вне соответствия со своим со своим сердцем со своими ценностями а можно играть расширяя себя расширяя возможности и способности и вы придумываете сейчас как вы можете создавать вот эту самую свой еще один фасад свою еще одну идентичность и спасибо и спасибо материалы так кому сегодня прямо вот сегодня чего-то не хватает или там не ясно что-то делать напишите мне об этом еле выманивала многих драконов наружу класс хочу всего пишу отвечаю спасибо спасибо так 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 и так возможно кто-то откладывает это ну думает ну прикольная тема но сейчас не до того если мы посмотрим флешеля то блин ну это же придется делать или не делать или убеждаться в том что я не готова в своей вот этой вот регрессивности лучше не буду слушать возможно это а я сейчас говорю с тем что может человек этот с таким вот с такой идеей попадает сейчас на видео никогда не поздно еще один принцип нейрохакинга никогда не поздно прямо сейчас чуть-чуть лучше чем потом намного прямо сейчас чуть-чуть действительно запланировать на позже можно но лучше поставьте запишите я посмотрю это тогда-то 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 в общем старайте все эти вещи отвыкать дело через насилие там многие как только берут ручку вот я помню как я первый коучинговый тренинг проводил в эзотерической тусовке там они у меня заказали дыхательные тренинги еще что-то а что за вещь коучинг ну хорошо сделаем тренинг взяли ручки и бумаги и уже в этот момент вот это все вот это все драмы сказали все а можно без этого вообще и тогда я придумал еще один вариант коучинга который если запросить проведем прямо там процесса родился ну вот этот личностный коучинг коучинг судьбы хотя конечно же все-таки без планирования он невозможен просто вместо того чтобы ругаться с собой за планирование мы учимся делать это легко относиться к барьером с юмором творчеством ну типа так ли это тяжело на самом деле это же интересно просто что каждый раз вот когда коучинг возвращает нас в идею надо планировать нужно соответствовать мы как бы возвращаемся в детстве когда учителя и родители от нас что-то требовали а мы не всегда могли это и мы это оскомин она набилась и мне самому пришлось освобождаться от этого и и очень поздно я понял что многое из того что в школе я мог бы учить увлекательно и интересно физика химия это не терпеть это но вот эта диспозиция вот это меня заставляют ожидает у меня не получается она реально там вписалась внутренне пришлось переучивать вдруг обнаруживают офигеть как интересно учиться интересно увлекательно я пытаюсь транслировать вот вот как это нейропластичность она цена и она прикладная о хорошо вот ближняя досягаемость отлично договоритесь своими напарниками партнерами когда вы с ними свяжетесь и привыкаете хоть немножко хоть иногда делать что-то безотлагательным делать легко с настроением использовать для этого подходящие вам ресурсы и способы нет сил писать очень лень вот лень вообще прикольно значит так про лень я там уже в нашу переписку скидывал ли не прокрастинация что лени не существует аж как внутренний конфликт борьба с собой то что называют ленью когда непонятно когда боишься что не получится когда запускается автоматический механизм что-то должно быть тяжело и невыносимо ты уже дополняешь это этим что если попробовать какой-то легкий способ хитрожопый способ еврейский способ армянский кстати да способ как это делать что-то не не было тяжело чтобы это мнение затратно что но все еще было полезно вообще что вы для себя лично вот эгоистично можете извлечь из того что вы услышали и что еще можете сделать про лень вообще интересная тема вот человек приходит психотерапию он не хочет говорить он не хочет раскрываться человек пытается заставить себя писать что-то не хочет и только в процессе он вдруг обнаруживают что сдерживаться уходить в режим экономии тяжелее но это способность выходить на подвижность на гибкость на легкость нужно прокачать вот этот переход потому что там где лень там активируется правое миндалевидное тело и она никого не слышит не видит и здравый смысл там префронтальные коры и передние коры не слышно он глохнет и все и и она кажется на самом деле и только по итогу когда мы подключили здравый смысл фантазию логику стало легче вообще и этот механизм депрессии очень чувствуется когда депрессивные люди они устали у них еще не помогает не все пытаются себя побереть сэкономить полежать бояться не выспаться и чем больше не берегут тебе депрессивнее не становятся и это нихера не отдых чем больше не себя берегут тем больше вот это внутренняя драма что за ленью не пассивность скрывается а сама ясно самоковыряние самокопание и иной раз когда начинаешь делать переходишь другой режим психика нервы в другом режиме вообще другие части включат энергии дохренище чем это может показаться но просто знаешь вот красивыми пустомольными словами но у меня есть подтверждение проверка на том же беговом коучинге когда я бегу вот и вот у меня уже я бегу трендю там на ходу и вот и рассказываю о том что там можно найти в трансляциях все уже невыносимо устал и зарасходовал и я начинаю что-то на ходу придумывать логика ну то есть если понимать трёп размышления принятие решений фантазия я еще креативлю на ходу разговора не сбивают с дыхания я уже устал все это объективно израсходовал свой там свой запас энергии свой инсулин там ли все физиологические они они объективные они охренительно объективные но вопрос в том что когда я добежал до какой-то стадии уже не могу все хочется остановиться я начинаю трендеть и об этом рассказываю что значит устал где это в теле какие эмоции и тут и понимаю что офигительно легко бегу и мне весело и интересно занимаюсь чем-то полезным что изменилось я встратил больше энергии я ухудшил возможность дышать но муж когда я говорю это не так свободное дыхание и я вспомнил что еще первый мой вот этот вот беговой хакинг нейрохакинг вот это открытие я до тех пор бегал молча экономил себя вот когда я начал бегать и рассказывать я вдруг понял что пробегаю намного больше и в конце я не изможденный а я в таком хорошем настроении что изменилось наполнилось смыслом общением с другими подтверждение это реальность я на себя проверил иначе мне принял так вот уже и появились так депрессивный юля это большой вопрос как ужиться если вопрос не стоит стоит ли тогда структурируется вопрос мы имею ввиду как там про мужа там вопрос не будут детали тоже очень личная ситуация да что конкретно барьер записать словами как я вот в новогоднем посте вы около новогоднего и лайфхак говорю как сказать человеку что вы не хотите дальше общаться лайфхак ротом вот так вот открыть рот и сказать как сказать как вежливо послать и сказать извините пожалуйста идите так вот я имею ввиду что сформулируйте для себя что в этом не нравится что хотелось бы сформулировать письменно с чем готова мириться с чем не готова мириться что готова предпринять вот у меня вот там вот на одной из рекламах есть вот эта картинка там такой червяк так он человек дохлячок такой в ластах в чем-то еще там с кучей бумаг и там написано коучинг работает не в непонятно как за счет чего но коучинг работает по-любому ну вот казалось и простая вещь там логичная вещь но тем не менее когда люди их делают у них проявляя и проясняется чтобы хотелось в связи с этим сделать получить научиться понять что из этого реальный стрессор что можно изменить что изменить не получится и в связи с этим как-то думаешь о можно сделать такой набор вопросов может помочь так так что наши пишут хе-хе-хе наш тренинг тренинг облажаться онлайн и не закуклиться да вот это так конечно обжечься это серьезный страх диктофон диктофон тоже прикольно нотка когда занимался в зале то мне тоже жалко было просто заниматься типа трансляции не получали чем меня именно в зале вот в этом году то я держал себе вот это вот вот это диктофончик на телефоне и там я вот пока я там активно занимаюсь вот этот гормональный всплеск он запускает вот вот тот вот самый режим в котором психика очень пластична я там многие кто слушал меня вот с этой идеи уже знакомы что когда вот у нас вот этот вот стрессовый гормональный всплеск на самом деле психика управляемо пластично и именно в этом взлете иногда приходят офигительные идеи новые понимания вот я себе ставил там диктофон и приходит идея я ее записывал так напишите мне был ли этот видео тренинг или как бы назвать здесь в данном случае лекция полезны будете ли вы применять это можете значками плюсиками значит так вы для себя определяете ценность так как это вот это рецептивность один из принципов на которых все это строится это в том числе и взаимообмен взаимопомощь и я называл условия да вы обозначаете для себя цену решаете что вы вкладываете оцениваете мое мастерство а там мою помощь вам полезность интерес как увлекательность оцениваете по возможности в деньгах и если вы вложитесь еще помогая мне там перепостами лайками вопросами будет офигительно здорово если вы поможете другим друг другу вот в этой вот как в этой переписке это окупается оба получает два человека работая вместе получает не один плюс один дома грубо говоря три плюс пять потому что другой режим работы нож это другая ответственность другое отношение и это прокачивание вот соответствующие идентичности соответствующих качеств способностей посему попрошу оценить словами деньгами перепостами лайками вопросами сформулировать ок класс я в нашу переписку и в комментарии брошу карточку номер карточки и пайпал ну для заграничных моих слушателей если такие есть возможно кому-то из вас особенно что большинство из нас все таки свободные предприниматели там продают что-то ценное возможно будет в помощи то что я осмеливаюсь давать вот такую необычную систему оплаты и возможно это вам поможет принять решение про вашу способность брать деньги за какой-то там одухотворенный ценный душевный и духовный продукт вот так может быть идея так пишут спасибо спасибо ой Юля тут написала тут все серьезно юль на тебя опять же вот кроме того что ты стоишь перед вопросом там да или нет и перед невозможностью а сейчас я не могу ничего сделать на самом деле всегда как говорил потрясающий франкл говорил безвыходных ситуаций не бывает а говорил он это в дахау концлагере просто акцент может быть в другом что изменить в своем отношении в нем ситуации в какие опять же о каких способностях идет речь а возможно нарисовав карту стрессоров триггеров из-за чего это тебя беспокоит чего бы ты хотела и так далее возможно это предложит к а что в этой в этом можно изменить чтобы лучше ну или почему почему нет иной раз конечно поднимается вопрос для того чтобы для того что не решить в онлайн трансляции не нужна психотерапия и коучинг или коучинг да это правда это не тот режим в котором я обещаю вам решить все правила я честно написал ну даже повод по почему вот я написал первая фраза была в том что я написал вот эти темы там похудеть изменить жизнь но это новогодние праздники ты я сам скажу а давайте сейчас как вот это знаете как бизнес молодость а давайте сейчас забьем на весь вас на праздник начали херню вообще еще все силы бросим на достижение там все все лишние жизни все новой жизни ну во первых вы этого не сделаете то есть я могу вас замотивировать развлечь но это будет непрактично ну то есть это будет вот в момент вы будете верить это наблюдал я был на бизнес молодости я наблюдал вот это у меня даже видео есть и мотивирует вообще я видел результат да я говорю о том что реалистично вот имеет смысл сделать именно эти две недели это возможно в этом нет сложности и я предложил вот эти детальки которые помогут формировать вот этот коучинговый стиль жизни режим в экологичном формате и делая жизнь не более тяжелой а наоборот более легкой спасибо вам так так пишут шута не понял что-то разное а вот все катя не понял что значит не мешает ли совмещение различных занятий концентрации смысле обучающих курсов или что хочется внести корректировать характер а данными советами может даже получиться отлично и рент тогда вот сразу вот вот сразу если даже не все ясно пару мыслей на бумаге как это сделать что для этого и как это сделать и мы привыкаем вот тренируем он выходить из размытых обобщений конкретностям как это сделать так же как я говорил стратегии кто виноват статейки что можно сделать так же это есть инсайт так раз так о прикольно есть какая-то мотивация может не инсайт не открытие но он напомнили что-то важное ценное сконцентрировали так как это сделать и сразу слова и в эти самые предложения упражнений но наш человек владислав сразу же там какие как это когда тренинга как это применить активаторы да да то опять же вот ира осознаешь что блин я знаю уже себя эйфория задор такой насквоз она сдуется так значит у тебя карта ресурсы барьеры вот мой ресурс у меня уже я уже преимущество в том что я уже знаю что у меня так бывает ты такая так 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 что можно сделать чтобы она работала привлечь другого человека возможно стоит там действительно взять себе коуча тренера психотерапевта там же в зависимости от вот этого качества барьеров нужен ли тебе там высокого уровня эксперт относительно дорогой типа меня или там кто-то вот здесь вот есть люди из моей программы которые достаточно чтобы человек был ну я в переписке имею ввиду человек был достаточный достаточный для того чтобы давать обратную связь быть честным там перед которым неловко будет не выполнять там какие-то обязательства который вовремя задаст вопрос так чтобы ты почувствовала там лучше вот это себя гноблюшу я у если я этого не сделала так знаете лузер не сделала научу сделать нормалек сделаю немножко меньше просто перенаправить ну и опять же до новогодний запал этот тренинг разжечь раскачает сразу же вы начинаете привыкать писать две недели таскаете устраиваете эту привычку вы успеваете на запале как это почувствовать что когда вы пишете и интересней и полезней вот когда люди привыкают писать журналы там в терапии сначала первая там тема не описать не буду не могу я мытьем катанием иногда убеждаю надо спрашиваю все там и те кто все таки вот начинают писать они говорят слушай так вообще так уже иногда они не могут словами сказать я понимаю что не транслируют я пришел к тебе в ожидании чуда ты мне даешь какую-то простую фигню чтобы я с собой это сука работает почему я сам этого не делал не за деньги и с некоторыми людьми нет необходимости там вот хитросплетения лазить в душах вот это симптом вспоминать когда этот симптом зародился и некоторым людям достаточно научиться писать анализировать поведение они понимают что я меняю поведение мое эмоциональное состояние меняется и у меня формируется вот мое представление о себе идентичность некоторым не нужно прорабатывать там глубоко там прошлые драмы обиды и так далее они начинают привыкать чувствовать себя хорошо перестаю чувствовать себя говном и это формируют лично сейчас то есть нейрофизиология вообще дала так много всего интересного последнее время просто логика вроде простая и понятная но некоторые детали сделали вот эти вот открытия и подтверждениями и практичными то есть как оперировать этим знанием ну то наверное вам не всем связь очевидна бог с ним очень полезный гибкий подход вот плюс обязательства перед чатиком да тут понимаешь даже непонятно что будет полезнее на самом деле то что я вам рассказываю да я же я же за тренинг тренер флешеля там его энергию ну для некоторых я так понимаю что некоторые пошли не потому что там коучинг а потому что они ко мне имеют отношение не помнят мои тренинги а фокус может сместиться в пользу того что они друг другом сделают а я просто это как магнит как дающий интересные идеи хотя если вот вот если прислушаться даже к простеньким идеям и вот я вас просто стараюсь держать в этом внимание к ним и как это так провоцирую при привнести вот это в жизнь даже если вы их знаете но не применяли не делали это привычкой это реально может изменить жизнь не смотря на простоту так что здесь пишут так из этого понятно лучше будет добить анкету и сформулировать что бы вы вот на этом этапе хотя бы хотели и что вы хотели как забросить вот эту шу туда дальше в будущее и подключить к этому человека из нашей беседы. Значит так, если меня слушает кто-то, кто еще не в этом чате, не в этом беседе, кто не вовлечен пары в тройки, напишите и я вас присоединю. Может не сейчас, потому что я подозреваю, что все-таки отстают немножко ответы. Подробнее про нейропластичность. Так, Кристин, слышу, слышу, думаю, думаю, думаю. Так, я наверное все-таки скину в чат вот этот ряд статей, видео, записей именно про понимание работы психики, мозга в своем взаимодействии и про нейропластичность там тоже. Там реально много всего, там я это снимал, очередная креативная идея, как учить людей. То есть я делал интенсив тренинг и я каждый раз пытаюсь там в 3-4-5 дней вместить курс, который там как-то чаще всего делается там за несколько модулей в течение года. Вот. Ну и одна из креативных идей. Я вот так вот держал в напряжении студентов, я говорю, отдавал им задания, говорю, так, 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 перед тренингом эти материалы должны быть усвоены. Я записал, в общем-то, достаточно большой курс на видео и идея была, транслировал идею. Итак, вы приходите на тренинг и я рассчитываю, что вы этот материал уже понимаете. Потому что есть материал, который жалко тратить контактное время, то, что вы можете послушать, что вы пришли уже с теоретическим материалом готовы и проработали. И вот реально вот полный курс там есть вот у меня на одной страничке. Если сейчас поторопитесь, на моем сайте флешл.инфо набираете нейросоматический коучинг. И там несколько статей, видео, принципы, рассказы уже более глубоко. Вот. И с идеями, с упражнениями уже как можно пользоваться. Ну, такими более как в концепте идеи и упражнения больше как нейрохакинг, как помогать себе. Там простенькие вещи. Там еще нет пока материала именно терапевтического плана. Но как понимать эти вещи, это там есть. Вот вся вот эта нейротеория, нейроидеи про мозг иногда кажется, вот на первый взгляд, я понимаю вас, кажется, ой, это заумь какая-то, зачем мне все это знать, вот эти законы. Оно стоит того. Даже для обывателя. Вот вы чуть-чуть напрягаетесь, преодолеваете себя, там, выходите из привычки, там, ну, так просто понятно, там, уметь расслабляться, уметь активировать себя. Да, понятно, когда ты, там, в состоянии выживания, бей-беги, то и мозги работают в соответствии. Чего там разбираться в этой нейрофизиологии. Но когда вы погружаетесь в материал внимательно, вы начинаете примеряться, читать, вы понимаете, что именно это знание дает вам что-то вроде карты и ключа. Как видеть вот эти вот флажки реакции, нервных реакций того режима, в котором вы находитесь, ваш собеседник. Как этим знанием пользоваться, чтобы налаживать контакт, чтобы считывать, что у него. И как находить, ну, подключение, что ли, на соответствующем уровне. Оно стоит того. Но это не всегда очевидно на входе. Я, кстати, вот сколько программ проходил по работе с травмой. Все программы начинали с нейрофизиологии, с активации. Вот я так это старался так. Ну, ладно, послушаю, пропущу там. Такое. Все понятно. В общем, давайте все. Техники, практики, как это работает. И вот когда у меня пазлик сложился из физиологических механизмов, и в этом пазлике я увидел, о, вот она карта. Этим реально можно пользоваться. Так. О, Ира подключилась. Так, торопитесь. Прохожу. Очень нужен. Так. Ну, добро пожаловать. Так, что там? Смотрим. Ага-га. Так. О, еще люди появляются. Как раз там кому-то парни хватало. Я в чат смотрю. Ну, хорошо. У вас уже поздненько. Сейчас еще посмотрю, там есть ли вопросы, идеи, чего кому может не хватать. Соответствуют ли ожиданиям. Если не соответствуют, сформулируйте. А вдруг? А вдруг у меня есть, что предложить? Или предложить, как обыграть то, что я делаю, так, чтобы оно ближе было к вашим ожиданиям. И этот формат, очень свободный, открытый, без лишней дрессуры, выбирался в соответствии с главной идеей. Это новогодний период. Можно, конечно, ждать, пока вот там все пройдет, и мы начнем заниматься делами, планировать. А можно его обыграть в соответствии с энергией, атмосферой праздников. Вот. И мы просто делаем акцент на том, что разжечь интересы, эйфорию, гибкость, задать эту идею, задать этот темп. Я, не смотря на свой возраст, до сих пор все-таки где-то внутри себя верю в чудеса. Вот. И я каждый раз загадываю желание. И это вот это жужжит внутри, этот очажок воспаления есть. А знаешь, многие это делают. Даже формально, автоматически. Ну, даже вот это вот ритуалы, пожелания на Новый год, тостов. Люди вот воспроизводят ритуалы. Там, эту магию. Они создают для нее основание. Они создают этот пафос. На этом пафосе нужно ездить. Вместо того, чтобы играть в эту фальшивую игру, надо кататься на нем. Хе-хе-хе. Так. Ага. Нейросоматическое обучение. Концепция с методом Фильденкрайза. Самообучение, владение тела. На. Фу. Ну, как бы теоретические, близкие, теоретические параллели можно найти. Но другой метод на самом деле. И карта там точная. И карта именно к тому психологическим способностям, навыкам, работе с конкретными запросами, работе с характером. И даже подбор подходящего ключа к запросу клиента. Когда там работать с идентичностью. Ну, на нашем языке, да. С идентичностью, с характером. Когда работать с конкретным запросом. Когда работать с поведением, с ситуацией. Где вот, где вот можно сделать перемену. Где нужно вмешиваться с наименьшими затратами. Да, я отвечаю на вопросы. О, приглашают уже. Кристина приглашает в группу. О, так. Самое время для уже приглашения на более-таки масштабные программы. Так, первое. Значит, вот этот вот взрывной, вот эта взрывная волна начать год может активировать людей. И кому-то будет достаточно просто начать, вдохновиться, начать свои планы. А кто-то захочет продолжить. Кому-то будет интересно уже специализированные кусочки. Я еще думаю успеть сделать онлайн. Про работу с внутренним критиком, внутренней жертвой. Про внутренний баланс с какими-то несостыковками, с интенсивным стрессом. Когда мы впадаем вот это в обиды, в страхи. В какое-то состояние деструктивное. Так, значит, еще планируется маленький онлайн интенсивчик по похудению. Так что тех, кого эта тема интересует похудение, туда же, наверное, туда же люди, ну там, вредные привычки, спорт и так далее. Ну, в смысле, начать заниматься, активировать себя не за счет насилия, а за счет грамотного, корректного нейросоматического подхода. Экологично и скорее увлекательно-творчески, чем вот это вот заставлять себя потом откатываться. Причем по поводу похудения я уже писал, там, да, в отличие от диетологов и там, диет-коучей, людей, которые, в общем-то, которые преуспели только в том, что они знают теорию. Ну, там некоторые имеют хотя бы медицинское образование. Я работал с пищевыми расстройствами серьезно. Что значит? То есть мне недостаточно было уметь красиво рассказать, препонести теорию. Если у человека расстройство не уменьшалось, не проходило, если человек не начинал вести себя по-другому, моя работа безуспешна. То есть у меня был четкий, конкретный терапевтический критерий. Посему мне приходилось ориентироваться на то, что работает, на то, что применимо. Ну, потому что если ты там, не знаю, ведешь увлекательные лекции о том, как изменить питание, режим жизни, и у тебя всегда есть оправдание, если у людей не получается, что это вы сами виноваты, вы ленивые жопы, то я понимаю, да, человек ленивая жопа, потому что у него расстройство вообще, потому что у него нет сил, нет уверенности, и мне с этим приходится иметь дело. И какой инструмент будет работать, несмотря на то, что там депрессия настолько сильна, что пожалеть себя намного важнее. Кстати, про технику прививка безжалостности, вот можете у меня в онлайне почитать, там много такого простого короткого нейрохайкинга. Да, так вот, вот эти вот онлайн темы, образ жизни, курение, похудеть корректно, внутренний эмоциональный баланс, они на самом деле пересекаются. На самом деле мы оперируем практически одним и тем же, просто что с акцентом на особенности, да, вот процесса похудения и так далее. Так, когда я приеду уже в феврале, будем собирать интенсив и для тех, кто хотел бы научиться методом кратковременной терапии, коучинга интенсивной, работать точно, работать в цель. И для тех, кто хотел бы там освоить навыки самопомощи, помогать близким и для себя. То есть там можно идти, ну я обычно опрашиваю, но если у вас серьезные симптомы, расстройства, посттравматические последствия, мы обсуждаем, но эта программа подходит и для них тоже. То есть она относительно терапевтична. Ну обсуждайте, если у вас серьезные расстройства, симптомы, чтобы я понимал, стоит ли вам туда или нет и так далее. Так, а что еще? Забыл, в общем. Устал уже. И уже вот там суета, я смотрю, уже мне уже пора уже ехать. Так, 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 так. София присоединилась. Все, да, так вот, кого интересуют программы, пишите же об этом. Я вас подключаю в чаты и, скорее всего, многие из вас уже есть там в некоторых переписках, там, тренинги флешили, коучинг и так далее. Но я смотрю, что, когда много информации, люди не читают о ней. Ну вот и пропускают. Потом говорят, ух ты, у тебя было это, да? Печалька, я ее не знала. Не могу, у вас такой поток идет. Еще напоминаете о вашем интересе. Оживляете. Если есть вопрос по поводу того, нужно ли там психотерапия, коучинг, есть ли необходимость обращаться к эксперту высокого уровня ко мне, или там я могу порекомендовать кого-то более доступного, или там с кем-то, ну, как это, по месту жительства, тоже можно говорить об этом. Можно задать вопрос. Итак, в данном случае все-таки воспользуемся пафосным с Новым Годом, с новым счастьем. В данном случае не только магия Нового Года, но скорее вот этот посыл, энергия, и мы друг друга подкрепляем. Давай-ка эту нейропластичность, жизненность, давай займемся, разгоним, сформируем в себе вот эту самую, вот эти скачества, способности, цели, и привычки делать все легче, гибче, находить новые творческие решения. А если что, непонятно, задавайте вопросы. Я все-таки остаюсь в концепте «это подарок», потому что, ну, как бы мои программы очень дорого стоят, я, конечно, включаюсь немножко по-другому, но это и для меня испытание, на самом деле, такой открытый формат, в котором легко сесть в лужу, рассчитывать на то, что я вложил в эту энергию время, творчество, и там, вот как-то так люди съедут на тормозах, или там не включатся, и поэтому не за что будут платить и так далее. Для меня это риск, ну, что же. Я передаю вот это желание научиться, ну, вначале особенно, вначале чего-то нового, в данном случае года, рискнуть, оживить, выбрать, сделать, действовать, оживать, вместо того, чтобы там вот это ковыряться делать. Да, продукт я свой делаю, книги я свои пишу, тренинг я отточу, я с каждым разом оттачиваю все лучше, лучше и лучше, и встраиваю туда все больше, больше и больше. Конечно же, можно там подумать, ага, если я пойду к нему через несколько лет, тренинг за этот период будет еще более качественным. Может, да, может, нет. Может, я уже там дойду до своего потолка, но то, что с каждым годом мои программы дорожают, это правда. И дорожают законно, мало того, что я вижу по людям, когда они вкладывают, обычно я вижу, что люди пользуются, ценят, и я не помню, чтобы кто-то был разочарован. Ну, то есть, такое наверняка бывает, потому что я не понимаю. Это не есть правило, а скорее исключение, даже если так. Да я, Соня, помню тебя. Мои интенсивы не всем по карману, или там не все люди понимают, что это стоит того, но тем не менее я уже вырастил в Украине классную смену, хорошую смену, так что пишите, обращайтесь. Если что, там они проводят, там, проводят и дыхательные сессии, и коучинговые тренинги в хорошем качестве, в достаточном качестве, скажем так. Это индивидуальная работа тоже. Ну, прощаемся по-еврейски, да, прощаемся, прощаемся и не уходим. Ну, у меня прощание вот это вот крутится, я смотрю, вот он допишет что-то, не интересует. Видео в открытом доступе. Так, видео на YouTube-канале не все, но на YouTube-канале удобно то, что они по темам структурированы. И на сайте, на моем, FlashLinfo, открываете все статьи и видео, спасибо, спасибо за лайки, перепосты, спасибо тоже. Перепосты, пожалуйста, делайте. Может, кому-то пригодится. Не только для меня. Да. На моем сайте тоже удобно тем, что они структурированы по темам. FlashLinfo. Но больше всего в Фейсбуке. Ну, вот как вы открываете мою страницу, там открываете мои видео, там есть видео со мной, есть мои видео. Там больше всего. Причем там на трех аккаунтах в Фейсбуке. Там было у меня время, когда вот как раз и в Америке был, и вот не совпало, как это, у меня освобождалось вот такое вот время, там 8-9, и я много наснимал, уже накопилось много уже того, что хотелось бы раздавать. Многие там говорят, что-то такие там прям готовые тренинги, там практики, проработки даешь, типа, за деньги нужно. У меня больше. Пользуйтесь. Все равно я считаю, что потребность к психотерапии будет расти. И чем больше люди помогут сами себе, тем лучше кристаллизуется вот четкая потребность там, где я себе не могу помочь. И лучше клиенты помогут себе в том, что они могут, а уже ко мне придут в том, что не изменить. Мы так устроены, мы хотим прогрессировать, улучшать качество жизни, меньше страдать. Это как это в сфере нейропластичности, в моде еще термин императив вернулся. Императив в данном случае это то, на что мы априори настроены. На рецепротреприозность, типа, что мы настроены на то, что мы обмениваемся, что мы даем и берем, что мы говорим привет и рассчитываем, что нам тоже с улыбкой скажут привет. Там вот императив того, что нам очень важно человеческое понимание общения вот такого рода. Ну, ладненько, давайте уже действительно прощаться. Все, спасибо, рад вам. До новых встреч. В четверг и в чате. Кого интересует, пишите. Субтитры создавал DimaTorzok